про нам садгуру вера может сдвинуть горы простите что вера может сдвинуть горы только не двигайте вот эту гору хорошо но она также замораживает ум где же провести границу ведь вера нужна она постоянно пожалуйста приглядывайте за этой дамой не хочу чтобы она сдвинула эту гору куда-нибудь садгуру не я не гора никуда не денемся люди побывавшие в ашраме когда я встречаю где-нибудь они подходят и говорят какое прекрасное место вы создали я всегда им отвечаю не я создал эти горы потому что горы это самое прекрасное в ашраме так что пожалуйста не двигайте их двигать горы это преступление во многом вера на этой планете была источником преступлений самые худшие преступления совершали своими веры до двигать горы это определенное преступление вы сами можете куда-нибудь передвинуться но не надо двигать горы до вера может сдвинуть горы но также верно что она замораживает ум говоря вера мы придали вере совершенно иное значение она стала обозначать систему убеждений вы верите во что-то и считаете что принадлежите какой-то вере слово вера сейчас используют в таком смысле что один набор убеждений это одна вера другой набор убеждений это другая вера в этом контексте вы употребили эту стату если вы во что-то твердо верите это потому что вы родились в той или иной культуре либо кто-то на вас повлиял либо по собственной прихоти как только вы начинаете верить что все обстоит определенным образом вам больше не нужен ум ум это инструмент для исследования а не для умозаключений к сожалению большинство людей используют свой ум чтобы делать выводы но ум предназначен не для того чтобы делать выводы это инструмент для исследования с помощью которого вы можете продолжать рассматривать жизнь все глубже проникать в жизнь более глубоко переживать и познавать ее вот в чем значимость ума если вам нужно просто сделать какой-то вывод вам не нужна такая сложная структура ума вам она просто не нужна вы пытаетесь излечить болезнь сомнений и подозрений с помощью веры нет вам просто нужно усовершенствовать свою логику усовершенствовать природу своего ума вам необходимо понять что вы можете пребывать в этом мире не занимая какую-либо позицию для этого и нужны йогические позы вы заворачиваетесь в ту или иную позу чтобы понять я не хочу принимать никакую определенную позицию своей жизни я не застреваю в том или ином состоянии я хочу познать жизнь со всех возможных сторон пока жив я желаю опознать все возможности этой жизни чтобы это произошло вам нужен гибкий ум ум который не занимает каких-то определенных позиций ум который не подвержен вере или неверию неверия это не альтернативный вариант вера и неверия это не две разные вещи это просто позитивная вера и негативная вера вот и все два разных способа верить вера и неверия то есть это не вопрос веры или атеизма веры или неверия нет мы говорим о том почему вы не можете научиться не занимать какую-либо позицию сейчас чтобы заниматься какой-то деятельностью мы занимаем ту или иную позицию по отношению к чему-либо но для того чтобы жить чтобы быть живым в этом нет необходимости если вы хотите познать жизнь вам не нужно занимать какой-либо позицию не нужно формировать какое-либо мнение по отношению к чему-либо как только вы формируете мнение о чем-то это значит что вы закрыты для всего остального. Не важно о чем, о другом человеке, или о себе, или о жизни вокруг вас, не формируйте никаких мнений или умозаключений. Умозаключение означает смерть. Да? Жизнь означает отсутствие заключений. Вы в постоянном поиске. Вместо того, чтобы сделать свое видение острее, вы делаете умозаключения, потому что они приносят определенность, некоторую уверенность. Как только вы поверили во что-то, вы приобретаете уверенность. Уверенность без ясности — это катастрофа. Лучше ясно видеть, чем просто верить. Если вы верите во что-то, вера дает вам уверенность, и иногда это срабатывает, к сожалению. Мы постоянно об этом говорим. Даже когда вы переходите дорогу, вам нужна неуверенность. Вам нужно ясно видеть все вокруг. Уверенность может убить. Если машин немного, все может получиться. В этом-то вся проблема. Да? Если машин немного, и они едут не очень быстро, вы сможете перейти дорогу. И решите, что одной уверенности достаточно. Если станете поступать так же всегда, однажды вас собьет машина. Поэтому вам не нужна уверенность. Если вы просто откажетесь от своего стремления к уверенности, вы сможете спокойно быть здесь, не зная ничего. Вообще-то, вы в самом деле ничего не знаете. Задумайтесь. Вы действительно ничего не знаете о природе существования, не так ли? Да или нет? Вы не знаете, когда придет конец Солнечной системе. Возможно, завтра утром. Вы не знаете, исчезнет ли она завтра утром или нет. Знаете? Вы не знаете, когда вы умрете. Вы не знаете, когда это случится. Но ничего плохого в этом нет. Но если вашему уму нужна вера, вы знаете все не только об этом мире, но и куда вы попадете после смерти. Как вы там обустроитесь, вы знаете все. От такого знания необходимо избавиться. Незнание, которое вы сами осознаете и признаете, это гораздо более глубокое и полезное состояние, чем знание на основании ваших умозаключений. Обо всем и обо всех у вас сформировалось мнение. Попробуйте одну простую садуну. Я обращаюсь ко всем. Какие бы умозаключения вы не сформировали о себе, о людях вокруг, о ситуациях вокруг вас, просто откажитесь от них сегодня. И завтра, когда проснетесь, посмотрите на все свежим взглядом. Просто делайте так каждый день. Попробуйте сохранить это состояние, хотя бы в течение часа после пробуждения. Вы увидите. Это серьезная работа. Понимаете? Потребуется много усилий, чтобы 24 часа в день смотреть на все свежим взглядом. Если вы смотрите на все свежим взглядом, вы не упустите ни единой возможности. Все будет для вас живым. Там, где люди не видят ничего, вы увидите очень многое. Там, где другие видят проблемы, вы увидите возможности. Но когда вы делаете вывод, вы делаете выводы, цементируете их и получаете им небесное одобрение. И это называете верой. Незнание, получившее авторитетное одобрение, не станет истиной. Это самая большая проблема. Люди думают, что авторитет — это истина. Нет. Истина — вот единственный авторитет во всем мироздании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok